Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Романов Даниил. Итак, ребят, от подписчика был задан вопрос, что если во время периода сушки или похудения он будет употреблять любимую пищу в виде пиццы, фастфуда, короче, шоколадок, всяких вкусняшек, но находиться в диапазоне своих полутора тысяч килокалорий в сутки. Он интересуется, возможно ли худеть таким образом? Математически, конечно, да, если полторы тысячи калорий для него это такой вот минимум, то худеть человек, конечно же, будет. Но, друзья, нужно помнить, что мы-то едим не калории, а именно нутриенты. Наша цель поставляет в наш организм все возможные элементы, которые будут нас поддерживать. Конкретно, что касается сушки тела, которые будут поддерживать нашу мышечную массу, обменные процессы в организме, в конце концов, наши внутренние органы, в частности, сердце. А когда мы находимся на сушке, питаясь даже полезной едой, там овсянка, белковая пища хорошая, немного жиров. Тем не менее, мы все равно недополучаем нужных нутриентов. А если питаться, допустим, едой такой вот фастфудной, пицца, гамбургеры, всякие там шоколадки, не знаю, пироженки. Ну, во-первых, это очень мало еды получается, так как это все еда, она высококалорийная. Сколько там в этом гамбургере будет килокалорий? Ну, наверное, больше 500. Он небольшой, но очень калорийный. В нем много жира, в нем пустые углеводы. Белок, если он там есть, он непонятного происхождения. Какие-то вкусовые и ароматизаторы, всякие там добавки непонятные. И получается, что по цифрам вроде как мы, да, получаем эти калории, но нужных нутриентов вообще нет. И мало того, мы вкидываем в себя даже вредные нутриенты, такие как всякие трансгенные жиры, которые засоряют наши сосуды, мешают работе, нормальной работе нашего сердца. Углеводы, которые там есть, они, можно сказать, пустые. С них толку никакого нет. Постоянные скачки сахара и инсулина в крови. Вроде бы ты съел этот сникерс, там, или кусок пиццы. Получил такой быстрый внезапный скачок энергии, но буквально там через час ты опять находишься в упадке сил. В отличие от той же гречки или овсянки, которую ты съел, там, буквально 70 грамм этой гречки или овсянки, но энергия поступает равномерно, глюкоза выделяется медленно. Не будет у вас таких скачков, вот этих качель, повышения и понижения сахара и инсулина. Я понимаю, ребят, многие хотят, как бы, усидеть на двух стульях, есть вкусняшки и в то же время хорошо выглядеть. Ну, в принципе, да, можно этого добиться, если захотеть, находиться, ну, питаясь вот этой всей лажей, находиться в пределах определенного калоража. Но вы сами представьте, какой это удар будет для нашего здоровья, для желудка, для сосудов, там, для сердца. При том, что вы еще и тренируетесь. Так как нужно помнить, что тренировка это тоже стресс. А еда, хорошие углеводы, хороший белок, правильные жиры, они способствуют восстановлению нашего организма. Но фастфуд, вкусняшки всевозможные, правильному, полноценному восстановлению никак не способствуют. Они только усугубляют, ухудшают состояние нашего организма. Я не прилагаю бросить все эти вкусняшки, фастфуд, пиццу, ту еду, которую вы любите, навсегда. Нет, для этого и придуман так называемый чит-день или чит-мил. Люди, которые мне пишут, я им всегда советую, да не нужно бросать любимую еду. Ешь ее строго один раз в неделю. Ровно 6 суток ты находишься на строгой диете. Не обязательно эти 6 дней страдать, ходить в полуоморочном состоянии. Ты просто ешь чистую еду. Хорошие углеводы, никакого сахара, правильная белковая еда и правильные жиры. А седьмой день, ровно 24 часа у тебя есть, чтобы отдохнуть от еды, от тренировок, поесть той же пиццы, купить себе, не знаю, трехъярусный свадебный торт и самостоятельно его умолодить за это в воскресенье или какой там день вы себе выделяете. 6 дней диеты, седьмой день, маленький ваш такой праздник души и желудка. Многие боятся, этот седьмой день есть много, якобы за 4 день мы набираем жир. Уверяю вас, ребят, это не так. Идея совершенно проста. За этот чей день жир как таковой не успеет у нас образоваться в нашем теле. Даже наоборот, обменные процессы, скорее всего, ускорятся. Так как до этого 6 дней вы находились в дефиците углеводов или так называемых калорий. Я ненавижу считать калории. Я не знаю, зачем этот головняк математический придумали. Я никогда не считал калорию. Мне спрашивают, сколько калорий ты потребляешь. Понятия не имею, ребят. Я беру нутриенты из определенных продуктов. Буквально 10 наименований. Нет какого-то лютого разнообразия. Углеводы я беру. Овсянка, гречка, белок, курица, куриные яйца. Бывает куриная печень. Иногда рыба. Что там считать? Какие калории там можно считать? Я считаю углеводы. Опять же, не досконально, не до самого грамма. А примерно на глаз. Я уже привык там. Я уже знаю, сколько мне нужно углеводов. Поэтому, друзья, строго не рекомендую во время сушки тела использовать только вот эту мусорную еду. Поверьте, потом только будете жалеть. Тем более, если вы долго будете питаться вот этой лажей, вот этими трансгенными жирами. Плюс закидывать себе быстрые углеводы. Нутриентов ноль. Белок непонятно какой. Вы тупо подвергаете себя опасности. Так что, мой ответ такой. Похудеть на мусорной еде, конечно же, можно. Но это чертовски опасно. Почему? Я вам уже объяснил до этого. Друзья мои, используйте чей день. Один день в неделю. Ничего с вами не произойдет. Вы не разжиреете. Я же говорю, можете купить себе огромный, блин, торт или огромную пиццу. И поедать ее в течение всего дня одному самостоятельно. Ни с кем не делясь. Друзья, на этом все. Искренне надеюсь, что видео было полезным. Искренне надеюсь, что я кого-то из вас вразумил не заниматься вот такой ерундой. Питайтесь правильно. Берегите свое здоровье. И всем удачи. Увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok